Всем привет, друзья! Это Школьный Архитектор, и это последняя серия по этой игре. Не знаю, радоваться нам или веселиться, но во всяком случае, всё, ребята, мы всё выполнили в этой школе. И, конечно же, я не добился своей цели, к сожалению, не достиг цели в тысячи учеников. Но, да ладно, мне кажется, тысячи учеников это уж очень много, потому что вот эта вся территория может вместить всего лишь 300 незаключенных учеников. И, конечно же, вы в комментариях писали мне, что можно покупать новые территории, но, если честно, я всё ещё не понял, как, потому что практически все исследования мы здесь с вами закончили. Остаётся только ускорение рабочих, что не сильно-таки неинтересно. Ландшафт можно... А, слушай, возможно, это именно то, что нам надо. Хотя нет, в описании сказано, что просто открывает бамбук, лён и там разную штуку неинтересненькую. Ладно, во всяком случае, мы всё это доизучаем, но чуть попозже. Пока что нам просто-напросто не хватает средств. Мы дожидаемся, пока у нас достроится новая столовая. Да, мне кажется, прошлой столовой нам просто-напросто уже не хватает. И нажимаем на кнопочку «Начало учебного года». И, кстати, если что, то я один учебный год уже пропустил. Так что, если будут какие-то недочёты, не обращайте на них внимания. Идёт год номер 7. У нас очень много дополнительных общих зон. У нас 90 тысяч с самого начала учебного года и 9 тысяч дохода в день. И знаем, что мы делаем с самого начала. Переходим в департамент и просто-напросто нанимаем самых лучших учителей в нашу школу. Я дико извиняюсь, а почему у нас такой ужасный учитель по языку? Мы его, конечно же, немедленно увольняем и ищем очень крутого учителя, который очень классно преподает русский язык. А почему-то, давайте, у нас сейчас во вкладке 3-4 учителя, и все они очень хорошо преподают естественное знание. Мне это не надо найти больше. Итак, язык, язык, пожалуйста, мне нужен язык. О, именно ты стоишь всего лишь 10 тысяч, ха, то, что нам надо. Идём дальше. И это мы делаем со всеми учителями. Почти все свои деньги мы тратим только на то, чтобы наши учителя очень хорошо преподавали. Теперь в нашей школе просто топовые преподаватели, и, надеюсь, это на что-то реально повлияет. И у меня прямо сейчас почему-то не работает кнопка мыши, и я не могу просто-напросто зум уменьшить. Вот это да. Вы только посмотрите на это. И, кстати, у нас в школе не 300 учеников, а уже 400. Это 400 учеников. Это такая огромнейшая толпа. Я даже боюсь представить, что будет, когда в нашей школе будет 1000 учеников. Но, скорее всего, я это и никогда не увижу. Но, в общем-то, ребята, вы видите, просто огроменная толпа. И всё, что нам осталось сделать, это только положить пол в 11 классе и на кухне. Ну и представить не мог, что мы с вами столкнёмся с такой проблемой. Только что вы видели такой маленький полностью переполненный класс. И дело в том, что это у нас не обычный класс. Это класс для наказаний, который был полностью переполнен. То есть мы с вами должны построить ещё один полностью отдельный класс. И сделать его классом для наказаний. Окей, хорошо. Сейчас у нас всё равно деньжат нету. Нам в любом случае придётся дождаться начала следующего дня. Но вам, наверное, всё же интересно, смогли ли мы с вами избавиться от нужды в гигиене. Ребята, я вас, наверное, очень сильно расстрою. Но, как бы, сейчас можно подумать, что состояние более-менее нормальное. Нет, ребят, оно просто катастрофическое. Гигиена уже на маленьком уровне, хотя и только начало учебного года. И здоровье пока что ещё большое. Но оно всё время будет падать и падать, падать. И к концу года уже будет минимальным. Ребята, понятия не имею, в чём проблема. Я даже боюсь представить, сколько в нашей школе уборщиков. Их явно очень много. Ну, прям их явно перебор, мне кажется. Почти все свои деньги мы тратим именно на уборщиков. Их, правда, ребят, очень много. И я на 99% уверен, что проблема уже связана не с нами. Проблема связана именно с самой игрой. Потому что, чтобы вы понимали, насколько я запарился. Ребята, я установил раковины. Раковины, чтобы школьники, возможно, которые не любят пользоваться средством для динфекции рук, могли просто-напросто мыть руки. Я добавил им грёбаные раковины. Я добавил раковины не просто около библиотеки. В каждом кабинете, ребята, теперь есть раковины, чтобы все, кто хочет, мог помыть руки. Помогло ли это чем-то? Абсолютно ничем. Я изменил грязь, которая здесь была у нас, где люди сидели на обычной земле. Заменил грязь на аккуратненький газон. Это что-то изменило? Нет, это, ребят, ничего не изменило. Хорошо, давайте сделаем так. Так, я сейчас поставлю нашу школу на паузу и полностью заново переставлю маршруты уборщиков, чтобы они работали более эффективнее, раз они просто так не справляются. Как-то так. Разделение рабочих просто идеальное. Наша с вами школа должна просто сиять от чистоты. Но что-то мне подсказывает, что все равно это ничего не изменит. Представляете, только что выставило сообщение, что наш прошлый кредит был полностью оплачен. А теперь, ребят, небольшая проблемка. Вспомните, когда мы его брали. Мы этот кредит брали в самом начале этого сезона. И только под конец мы его сумели выплатить. Ребята, никогда не берите кредиты. Ну а пока что у нас еще одна проблемка. Мне кажется, что у нас в одиннадцатом классе не хватает учителя по... Ничего себе тут них... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, откуда такие большущие проблемы-то? Мы вместо того, чтобы нанимать новых учителей, зачем-то обновляли старых. И теперь у нас просто огроменные проблемы. Я не знал, что у нас нет такого большущего количества учителей. Походу, нам заодно придется взять кредит. Так, банк, самый большой кредит. Не-не, давай не самый большой, давай двадцать пять тысяч вполне нам хватит. Поэтому возьмем пятьдесят. Минус тысяча в день пойдет. Берем кредит быстро в департамент. Нет, сначала смотрим, каких учителей у нас нету. Одиннадцатый класс. Итак, нам не хватает учителя по физре, искусству и языку. Капец просто, ребята. Да уж, ребята, вот мы попали. В итоге у нас всего лишь пятьсот дневного дохода. И вообще эта ситуация мне не нравится. Как так это вообще произошло? Почему у нас в классах не было около пяти учителей? То есть, вы понимаете, я только что нанял целых пять разных учителей. Или четыре. Вжесть, в общем, ребята, надеюсь, наши ученики. И без учителей вполне справятся с своей главной задачей обучения. И пока что одиннадцатый класс не сильно-таки отстает от других. Даже обгоняет их. Нанимаем мы, в общем-то, еще одного учителя. И в итоге вот такая вот ситуация, ребята. Минус семьсот баксов дневного дохода. Ладно, в любом случае, до конца этого года мы дотянем. А потом, во-первых, будет уже конец. Во-вторых, я думаю, появятся новые ученики. И все станет намного-намного лучше. А пока что у нас просто-напросто обычная рутина. Обычная школьная рутина. Школьники занимаются. Но я стараюсь как-то настроить своих этих самых рабочих, чтобы во всей школе была просто идеальная чистота. И смотрите, на всей кухне есть только одна небольшая... А, все, все, ей убрали. Полностью вся кухня у нас... Нет, нет, все-таки есть грязь. Капец. Школьники приходят, смотрите, и все затаптывают. Прямо вот они вообще капец офигели, а. Школьники приходят и топчут, и топчут здесь. Капец просто. Ну, во всяком случае, грязь... Нет, грязь есть, ребята, вы не поверите. Здесь у нас... На кухне у нас целых 6 уборщиков. Теперь 7. 7 уборщиков постоянно убирают столовую и не справляются с этим. Ребята, вы не поверите, но прямо здесь все это время висела огромная подсказка. Эта самая табличка переводится, как гигиена влияет на мотивацию, уменьшается при ходьбе по земле и грязным участкам. Оказывается, все это время действительно ходьба по земле уменьшала нашу гигиену. Но, ребята, я теперь полностью запретил нашим школьникам ходить по земле. Везде у нас стоят аккуратненькие заборчики, везде у нас есть дорожки, там, где надо, есть газон. И кто здесь так сильно намусорил, а? Немного поменял маршрут и хотел бы добавить еще одного уборщика. Но, ребят, денег уже на это нет. В общем-то, ребята, мы с вами уже действительно запретили нашим школьникам ходить по грязной земле. Теперь, по идее, гигиена-то должна увеличиваться. Но пока что... Да, есть, типа, палочек, которые показывают прирост, но пока что ощутимого преимущества у нас нету. Начинается новый день, и вы посмотрите. Только что хотел сделать комплимент гигиене, но пока что все еще ничего не понятно. Но кажется, что чуть-чуть и настало побольше. Прям на капелюсечку. Немножко потерпели, и вот вся ситуация прямо на наших глазах. Ребята, гигиена-пси все равно на минимальном уровне. Мы сделали все, что было в нашей силе. Дальше только... Ну, можно, конечно, нанять уборщиков. Ну, побольше, чтобы их было побольше, чем учеников. Тогда, наверное, они смогут нормально справляться со своей работой. И вовремя убирать грязь, чтобы наши с вами ученики не болели. А так, ребята, это вроде как уже предпоследний. Или нет? Почему здесь написано восьмой день учебный, а там девятый день. Короче, это предпоследний, либо последний учебный день. И вот такая вот у нас школа получилась. В принципе, что я могу сказать? Если бы не от самой гигиены, все было бы намного лучше. И с самого начала игры, когда мы только сделали первую серию. Конечно же, мое мнение об этой игре кардинально поменялось. Я думал, что здесь много... Ну, что это обычная игра. Что это просто-напросто... Ну, нет ничего особенного. Но на самом деле здесь есть много чего связанного. Допустим, как гигиена. До начала игры я даже понять не имел, что это. Ну, я про игру. Вот, оказывается, гигиена здесь влияет очень много на что. И, конечно же, влияет на мотивацию. А мотивация, в свою очередь, влияет на успеваемость наших школьников. И одно следует из другого. И получается так, что на конец учебного года мы имеем вот такие вот характеристики у 11 класса. Если что, это плохо. Ну, вот и все. Вроде как экзамены написаны. Остается только дождаться, пока темнеет. И весь персонал покинет нашу школу. В данном случае в последний раз. Должно быть драматично, но как-то нет. Школьники написали экзамены. И давай посмотрим, как хорошо они справились. И займет ли наша с вами школа первое место в всемирном топе. Оценка 4. Вроде как это провал достаточно большой. Особенно в 11 классе. И давай посмотрим, что наша школа имеет в этом году. И в этом школе мы имеем место номер 1. При том, что мы сохранили свой рейтинг. Ребята, поздравляю. У нас с вами самая лучшая школа во всем мире. Вот такие вот дела, ребята. Первое место. Да уж. Я бы хотел посмотреть на другие школы, но, к сожалению, нельзя. Ребята, я на этом буду заканчивать. Отличный сезон, по-моему, получился по этой игре. Мне он очень понравился. Надеюсь, и вам. И напишите вообще в комментариях, что думаете по поводу... Не этого сезона, а что думаете по поводу этой игры. Лично мне она понравилась. Я бы с удовольствием в нее, наверное, еще немножко поиграл. Но как-то из этой гигиены вообще совершенно не хочется сюда возвращаться. Пиши, что думаешь по поводу этой игры. Изменилось ли у тебя мнение с начала первого ролика, как лично у меня это было. Но я с тобой буду прощаться на этом. Желаю тебе огромнейшей удачи. И до новых встреч на моем канале. Всем пока.